Память тружеников тыла почтили представители исполнительной власти, администрации города и сотни жителей. Почетное звание город трудовой доблести Ульяновск получил в 2020 году по решению президента Российской Федерации за бесценный вклад в Великую Победу. Каждая четвертая шинель и каждый третий патрон во времена Великой Отечественной войны были изготовлены в нашем городе. Также ульяновцы встретили паровоз Победы, который прибыл на первую платформу железнодорожного вокзала. Возглавляет праздничный поезд паровоз Лебедянка. Также в состав входят пазажирские вагоны бессмертного полка и платформы с военной техникой. В экспозиции представлены легендарный танк Т-34, бронеавтомобили и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны. С 27 апреля по 6 мая ретро-состав, сформированный на Куйбышевской железной дороге, посетит 11 станций магистрали. Уфа, Бенза, Самарск, Самара, Самарская область. Это не только в центральных вокзалах были остановки, но и в небольших городах, где также посещали экспозицию люди. Исторически значим не только поезд, но и сама Ульяновская железная дорога, ставшая частью Волжской ракады. Транспортные линии от Волгограда до Свияжска, благодаря которой удалось ускорить переброску советских войск под Сталинград. Это помогло Красной Армии победить в Сталинградской битве, которая стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Почтить память коллег пришли и ветераны Куйбышевской железной дороги. И наш долг помнить об этом всегда. Мы гордимся подвигами наших отцов и дедов и подвигами, героизмом наших земляков. Также для гостей мероприятия работала интерактивная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Участники клуба «Они сражались за Родину» показали всем желающим боевое снаряжение из коллекции сообщества. Можно подержать, потрогать руками, пощелкать, рассказать, какие характеристики у оружия, как наши деды воевали с ними, что вообще входило в свой комплекс. Погрузиться в историческую эпоху помогли и артисты, которые исполнили песни военных лет. Всего мероприятия посетили более 8 тысяч человек. Далее паровоз «Победы» ждут в Розаевке, Пензе и других регионах России.